Отец, у вас телефон работает. Когда он уже выходил с мастерского, этот мастер услышал слова этого старца, слова этого взрослого человека, со слезами на глазах. Дорогие братья и сестры, сегодня мне бы хотелось рассказать о таком ценном качестве, как уважение и этика. Наши подрастающие поколения, наша молодежь и в целом наше общество чуть позабыла об этих качествах, как уважение и этика. То, что мы являемся братьями по вере и членами мусульманского общества, это для нас великое благо, за что мы должны быть благодарными Всевышнему Аллаху за это благово. Братство по вере намного сильнее и крепче, чем братство по крови. Ведь кровное братство, оно ограничено на этом свете, а братство по вере, оно существует как на этом, так и на том свете. Кровное братство мы приобретаем через родителей, а братство по вере через Всевышнего Аллаха и посланника Мухаммада, саллиллаху алейхи ва салям. Всевышний Аллах в Коране говорит, бисмиллахи рухману рухим, иннамальму минуна ихва. Воистину, верующие братья, садакаллаху али-адим, именно поэтому пророк, алейхи саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Я для вас, что отец для детей». Хадит передал Абу Давуд, Нисаи ибн Маджа. Родители всегда желают, чтобы между детьми складывались хорошие отношения, а пророк, алейхи саллиллаху алейхи ва салям, более желает, чтобы между людьми из его умы складывались хорошие отношения. Пророк, алейхи саллиллаху алейхи ва салям, более милостив к нам, чем мы сами. Мы видим, как многие защищают права на приходящем благо короткой жизни на этом свете. Как же следует стараться нам, мусульманам, в соблюдении взаимных прав и обязанностей, ведь от этого зависит счастье в обоих мирах. В изречении пророка, алейхиссаляту ассалям, говорится «в любви и милосердии друг к другу верующие они подобны одному телу». Когда болеет один орган из его органов, то и все тело лихорадит и лишается сна. В другом изречении пророка, алейхиссаляту ассалям, говорится «аль-муслиму мансалима л-муслимуна мин лисани ваяди». Мусульманин — это тот, от рук и языка которого исходит безопасность. В другом хадисе говорится, «Кого не волнует проблема мусульман, тот не из нас». Но что же такое уважение? Уважение — это внутреннее чувство человека, которое выявляется, выливается наружу в его деяниях. Это уважение, позиция одного человека к другому, признание его достоинств и его чувств. Довольно трудно дать определение этому понятию. Его как предмет в школах не преподают, его как предмет в институтах не преподают. То есть человека тоже не заставить уважать другого человека. То есть это невозможно, чтобы он уважал другого человека, чтобы его заставили. У нас на теле нет таких кнопок, что захотелось уважать одного человека, нажал на эту кнопку, не захотел — нажал на другую кнопку. Уважение — это также он входит в социокультурные ценности человека и преуспеет то общество, в котором велик уровень уважения. Наше общество можно разделить на три слоя населения. Первое — это наши старцы Аксакалы, которые являются кладезью мудрости. Второе — это наши зрелые люди, они являются мозгом нашего общества. И третье — это молодежь, которые являются двигателем любого движения. И как же скрепить эти три слоя? Их нужно прикрепить только этикой, уважением и нравственностью. Это только если подойти к этому вопросу с точки зрения разума. А религия, в свою очередь, нам говорит, что это залог счастья в обоих мирах, как мы об этом говорили и ранее. Давайте посмотрим на наше время, вернемся к нашим реалиям. Что же там с нашей этикой и с нашим уважением? Залог счастья в обоих мирах — разве это маленькие слова? Вы просто вздумайтесь, мои дорогие братья и сестры, в эти слова. Посмотрите, как быстро меняются ценности наше время, как быстро меняются тенденции. Спросите любого из нас, нужно ли уважать родителей, старших, сверстников, соседей, учителей. И все мы в один голос скажем, что да, нужно. Но что же является уважением? В чем заключается, в чем проявляется наше уважение? Мы говорим и гордимся теми ценностями, которые мы сами не соблюдаем. Больше всего наше уважение заслуживают наши родители. В Коране Всевышний Аллах говорит «Бисмиллахи рухмана рухим» «Ва'буду Аллаха, ва ла тушрику бихи шай'ам ва бил валидайне ихсана» «Вы поклоняетесь смыслу, вы поклоняетесь Всевышнему Аллаху, не предавайте ему сотоварища и делайте добро своим родителям». Что же здесь примечательно? Примечательно здесь вы проявляете добро, вы делаете добро своим родителям. Посмотрите, как Всевышний Аллах почитает родителей. Как Всевышний Аллах сделал в одном предложении все самое важное. То есть в одном контексте, как сделал Всевышний Аллах все самое важное. Далее, в Коране Всевышний Аллах говорит «Бисмиллахи рухмана рухим» «Ва ла таул ляху ма уффин» «Ты не говори им даже слово «уфф». Уфф — это даже не слово, у него даже нет смысла. Ученые говорят «уфф» — это неодобрительный вздох по отношению к нашим родителям. Например, сын приходит со школы домой, уставший, голодный. Он обедает, берет в руки телефон и садится на диван. Далее он переписывается со своими свестниками, куда пойти на футбол или же на волейбол. Далее мать говорит сыну «Сын, иди встань, набери воду с колодца». А что уже говорят наши дети? «Мама сейчас». То есть мама еще раз повторяет «Сынок, вот сейчас встань, иди за водой, то есть набери воду с колодца». А на сегодняшний день наши дети как говорят? Вот так они встают, вот так неодобрительный вздох они пускают наружу и говорят «пять минут не дают мне в этом доме чуть-чуть поотдохнуть». Даже вот этот неодобрительный вздох Всевышний Аллах запрещает нам, дорогие братья и сестры, по отношению к нашим родителям, не говоря о других деяниях, словах по отношению к нашим родителям. В хадите посланник Аллаха, саллиллалху алей його салям, говорится, рай находится под ногами наших матерей. Но как мы обращаемся, как мы общаемся с нашими родителями, с нашими матерями, если пророк алей його салялату салям говорит, рай находится под ногами наших матерей? Есть такое золотое правило, его можно повесить и дома, и в школе, и в медиксе, и в спортзале, и в других местах, такое правило Человек не достиг наивысших уровней, кроме как соблюдения Адама. И человек, он не упал, кроме как оставления этого Адама. К примеру, мы возьмем имама Шафия. Имам Шафия — это ученый, богослов, имам нашего мадхаба. Он достиг наивысших уровней в свое время, он знал более 1 миллиона хадисов. На сегодняшний день, например, мы, в частности, меня, мы учимся в институтах, в исламских университетах, и, например, я не знаю более 500 хадисов вместе с передатчиками. А имам Шафия, он знал более 1 миллиона хадисов. Как же он достиг такого уровня? Ученые говорят, самое меньшее, что имам Шафия он делал, он проявлял адаб, этику своему учителю имам Малику. Каждый раз, когда имам Малик, он заходил, имам Шафия вставал. Даже когда дети имама Малика, то есть дети своего учителя, когда заходили к имаму Шафия, он вставал в знак уважения к своему учителю. Когда имам Шафия, он учил урок возле окна, и дети имама Малика, дети его учителя, они маячили, то есть бегали перед окном туда и обратно, имам Шафия каждый раз вставал им в знак уважения к своему учителю, Имаму Малику. От этого мы извлекаем, мои дорогие братья и сестры, что нужно уважать учителей. Порой, к сожалению, на сегодняшний день бывают подростки, ученики, они говорят, что не нужно уважать учителей. Нужно, дорогие братья и сестры, уважать учителей. Почему? Потому что если мы не будем уважать учителей, то это знак, что мы не уважаем своих родителей. Тот, кто не уважает учителей, тот и не уважает своих родителей. Даже ученые говорят, мы должны проявлять уважение тем вещам, которые связаны с ильмом, то есть знанием, с образованием. Даже к этому мы должны проявить уважение. То есть это может быть парта, ручка, книга, сверстники и так далее. К ним тоже мы должны проявлять уважение. Имам Шафи, ради Аллаху Ангу, он вставал, когда даже заходил пастух. И все люди говорили, почему ты встаешь, ведь он же пастух, а ты имам, ты более предпочительнее, чтобы тебе вставали, ты более заслуживаешь уважение, чтобы тебе вставали, нежели чем это пастух. Имам Шафи сказал, он пастух научил меня, когда собака становится пола зрелого возраста. Он мой учитель в этом вопросе. Посмотрите, дорогие братья и сестры, это даже вопрос, не религиозный вопрос, это вопрос касаемо собаки. Он научил, тот пастух научил имама Шафиа в этом вопросе. И он сделал его учителем. И так начал уважать имам Шафиа, ради Аллаху Ангу, этого пастуха. Четвертый халиф Али, ради Аллаху Ангу, что он говорил? Он говорил, я раб того человека, который научит меня хотя бы одной буквы, пусть он меня продаст, пусть он меня освободит или же оставит в радстве. Так говорил четвертый халиф Али, ради Аллаху Ангу. А пророк Али, ради Аллаху Ангу, говорил Али, пророк Али, назвал себя домом знаний, а Али, ради Аллаху Ангу, дверью ее. Давайте посмотрим, какими были арабы до ислама. Арабы до ислама, они были черствыми, грубыми, такими людьми, которые они поклонялись идолам. Они давали имена себе, как клык собаки, лапа льва и так далее. А с приходом ислама все с корней изменилось. Такая уникальная история, которая случилась между Белялом, ради Аллаху Ангу, и Абу-Заром, ради Аллаху Ангу. В одном собрании, в одном маджлисе, когда что-то рассказывал Абу-Зар, он, Белял, ради Аллаху Ангу, он поправил Абу-Зар. И Абу-Зар сказал Белялу, ради Аллаху Ангу, не ты ли будешь меня поправлять, о сын черной женщины? Белялу, ради Аллаху Ангу, это не понравилось. И это дошло до пророка, алейхиссаляту ассалям. Когда это дошло до пророка, пророк, саляллаху ассалям, позвал Абу-Зара и сказал, я не думал, что что-то еще осталось в тебе, о Абу-Зар, до исламской эпохи. То есть эти качества, они были до исламской эпохи. Я не думал так, вот так сказал пророк, алейхиссаляту ассалям, Абу-Зару. После этого Абузар начал искать Беляла. Долго он его искал по Медине и до конца нашел. И Абузар сказал, поставив голову на землю, клянусь Аллахом, я не подниму эту голову, пока ты не наступишь на мою голову своей ногой, и ты или же не простишь меня. Тогда есть в одном версии, что Беляла поднял Абузарра и поцеловал его голову и простил его. Мы должны знать, мои дорогие братья и сестры, что понятие бумеранга существует на этой земле, что то, что мы сделали, или же хорошее, или же плохое, оно возвратится к нам обратно. Это медаль с двух сторон. На одной стороне мы дети, а на другой стороне, если Аллах даст, мы будем, иншаллах, и родителями. В детстве мы слышали, что если мы не будем слушаться, проявлять уважение к своим родителям, то в последующем наши дети то же самое сделают и с нами тоже. Есть такой рассказ. Один мальчик, он подошел к своему отцу, отец, он сидел в Бодикане, имеется в виду, на одном камне. Подошел сзади и стукнул по голове маленьким камушком, маленьким камнем по голову отца. И все люди, которые были возле отца, они сказали, что ты делаешь, ведь это же твой отец, как ты можешь так делать? И отец сказал, оставьте его, он ни в чем не виноват. В этом же месте я тоже в детстве ударил камнем своего отца по голове. И каждый слышал, что это нам возвратится. И если человек скажет, пускай я был непослушным, но своих детей я, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха, я научу хорошим, я их воспитаю как нужно, как надо. В чем же заключается логика, что то, что мы сделали, то же самое и сделают с нами? Если мы были непослушными по отношению к нашим родителям, то же самое сделают и наши дети. А если кто-то скажет, если я был непослушным, но воспитаю своих детей как надо, а что тогда? Пусть этот человек, пусть этот человек, он не заблуждается, потому что логика проста. Человек, он, если я, например, был несправедлив по отношению к моим родителям, то есть у меня не было той этики, которую я должен по исламу, по вере моей проявлять по отношению к моим родителям, то если у меня нет уважения к своим родителям, то своим детям тоже я это не могу передать. А другой человек может сказать, если я даже был непослушным, но я своих детей воспитаю как надо, то насчет этого человека тоже есть такая поговорка, не пытайся быть тем, кем ты не являешься, ведь на цыпочках долго не устоишь. Теперь перейдем к уважению к старшим. В хадисе, переданном от Абу Гурайры, говорится «позор и унижение». Так три раза повторяет пророк А.С. тому, кто застал своих родителей, одного из них или обоих, и не вошел в рай. Вот так сказал пророк А.С. К старшим мы должны проявлять еще больше уважения, чем детям или другим молодым людям. Есть ислам, как мы все знаем, ислам – мировая религия. Ислам нас призывает к благонравию, чтобы мы были благодарны Всевышнему Аллаху за все блага, которые Всевышний Аллах нам дал. А родители, сверстники, братья и сестры – это все на этом земле является благой для нас. Есть такое, если мы вернемся в историю, было восемь крестовых походов. Одно из этих крестовых походов, крестоносцы, они напали на Юрусалим, и в мечети Сулеймана А.С. Крестоносцы, они убили, как в книгах Востоковедов пишется, более 40 тысяч мусульман. Это дети, это старики, это женщины и так далее. И не прошло 80 лет, как Саляхуддин Аль-Айуби, он завоевал Юрусалим, и в сердцах крестоносцев появился страх. Они подумали, то, что мы сделали с мусульманами, то же самое сделают и с нами тоже. И что же сделал Саляхуддин Аль-Айуби? Он ни одного крестоносца не убил, ни одного крестоносца не зарезал. И они увидели красоту, прелесть ислама. И после этого толпами принимали ислам. Вот к чему, мои дорогие братья и сестры, призывает ислам. Во-первых, уважение. Во-вторых, мы должны быть благочестивыми и с хорошими нравами. Далее, у нас в Дагестане один старый человек, то есть он родитель уже своих детей, которые эти дети не находятся у него, возле него здесь в республике, в Дагестане. Один находится в Москве, а другой находится где-то еще дальше. И он приходит с телефоном в мастерскую и говорит, «Сынок, посмотри, у меня этот телефон не работает». Этот мастер взял телефон, посмотрел и отдал обратно. Сказал, «Отец, у вас телефон работает». Когда он уже выходил с мастерского, этот мастер услышал слова этого старца, слова этого взрослого человека со слезами на глазах. «Почему тогда мои дети ко мне не звонят?» Надо почаще звонить, надо почаще навещать наших родителей, наших аксакалов, наших близких людей, мои дорогие братья и сестры. Мы много времени уделяем в телефонах, в компьютерах, в интернетах. И вот это все, это на сегодняшний наш тема, уважение, это все уважение, это забывается тем, что нам не нужно. И еще было такое, то, что у нас в Дагестане один имам рассказывает, который он находится имамом в этом селе, он говорит, только на пятый день узнали, что его мать умерла. То есть его дети этой женщины, один находится также в Москве, другой в Махачкеле, вот так они живут, не навещали свою мать. И на пятый день соседка узнала, что моя соседка, старая женщина, она не выходит на улицу. И когда она уже зашла к ней в дом, они нашли ее уже мертвой, только на пятый день. Разве для этого, мои дорогие братья и сестры, нас Всевышний Аллах создал? Мне бы хотелось сказать всем тем, кто слушает, уважайте родителей, уважайте старших, ибо это залог счастья в обоих мирах. Да поможет нам Всевышний Аллах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.